всем привет в эфире дети большого толка программа с яркими сюжетами и интересными фактами и путешествия весь мир от барнаула алтайского края и до просторов космоса знаете ли вы что солнце тоже вращается вокруг своей оси это явление называется солнечной ротацией благодаря этому возникают магнитные поля солнечные пятна и другие явления осьминоги могут менять цвет и текстуру своей кожи чтобы соответствовать окружающей среде и даже имитировать других животных таких как морские звезды а еще они умеют камуфлироваться в грунте казалось бы глаза это орган зрения они нам нужны чтобы видеть уши чтобы слышать ну что если все не так просто и наша кожа тоже умеет слышать и даже думать почему потому что она немножечко мозг давайте побываем внутри кожи кожа это самый большой орган человеческого тела ее площадь почти два квадратных метра именно через кожу происходит наша связь с внешним миром она словно наша антенна она может передавать и принимать сигналы от внешнего мира в первую очередь кожа это защитный барьер для организма как кирпичная стена вы слышали выражение чешуйки кожи все так мы покрыты чешуей она сверху еще и кислотой все для того чтобы мы не пропустили врагов самый верхний слой кожи называется эпидермис его девиз жить чтобы умирать он похож на крышу здания такую прозрачную черепицу это и есть чешуйки кожи на самом деле это наш щит например любимый нами кислород это не только необходимый для жизни газ но и сильный токсин он разъедает поверхности и как же на это реагирует кожа регенерации она просто постоянно отращивает новые клетки каждые три-четыре недели в ответ на агрессию газа кислорода а еще кожа нужна чтобы не пропускать вредные микроорганизмы и тем не менее лишь только каждая четвертая клетка нашего тела человеческая все остальные это гости населяющие внутренние и наружные слои нашего тела наша кожа похожа на пешеходную улицу здесь гуляют торгуются ругаются конкурирующие кланы вирусов и грибков тысяч бактерий это микробиом микробиом продуцирует защитное оружие против вредных пришельцев так формируется наш иммунитет представим что в нашей коже есть чип он сканирует все вокруг как штрих-коды в магазине и одним касанием считывает информацию о предмете круто да а ведь такой чип и правду в нас есть мы отличаем поверхности пластика дерева металл от стекла бумагу от картона мы даже понимаем качественная ли ткань меньше чем за секунду прикосновения моментальное распознавание вслепую ум на кончиках пальцев музыкальная пластинка неровная на ощупь она вся в крохотных выемках и бороздках когда по ним проезжает иголка звучит музыка такие неповторимые бороздки есть и на наших пальцев а вы задумывались для чего они нужны думаете отпечатки пальцев придуманы природой специально для криминалистов чтобы было легче найти преступников конечно нет не только наша кожа но и язык имеют уникальные отпечатки поверхности почему же именно на кончиках пальцев такие бороздки дело в том что пальцем ладоням и стопам нужно хорошее сцепление с поверхностью поэтому она такая жесткая и ребристая а вы знали что внутри нашей кожи находится пульт от кондиционера эта система климат контроля может распознавать давление температуру и влажность на улице например наши глаза не могут чувствовать холод а кожа может эта информация спасает нас и заставляет одеваться по погоде именно через кожу отдается тепло или наоборот кровь отливает от кожи чтобы согреть внутренние органы кожа мерзнет и страдает зато мы выживаем когда мы чувствуем кожи горячей или холодная боль или ток то машинально отдергиваем руку так четко и быстро передаются сигналы в спинной мозг кожей мы думаем даже быстрее чем мозга ну что насчет слуха новейшие исследования показали что человек слышит с помощью кожи вернее с ее помощью он слышит гораздо лучше и четче кожа может нюхать и слышать исследования ученых показали что чем плотнее на нас одежда тем хуже мы воспринимаем информацию в легкой майке или сарафане и запахи и звуки ярче все благодаря коже нашем языке есть много пословиц о том как важна для нас наша кожа бывают дни когда человек себя чувствует в чужой шкуре а если человек старается то он буквально вылезает из кожи в работе нужна толстая кожа а людей которые остро реагируют на критику называют тонкокожими кожей мы чувствуем теплый ветер и колкий град скользкого червяка и теплую пушистую кошку именно кожей мы понимаем кого любим и что нам нравится так формируются наши предпочтения любимое время года погода симпатии кожа помогает нам потрогать внешний мир и мы оцениваем нравится он нам или нет как вы думаете сколько звезд есть во вселенной представьте что количество звезд гораздо превышает число песчинок на земле только в одной нашей галактике млечном пути более ста миллиардов звезд с каждым днем планеты земля тяжелее на 60 тонн это происходит из-за того что на нее падает космическая пыль и метеориты из космоса космонавты не могут плакать также как на земле их слезы не стекают вниз остаются на глазах в виде шариков их приходится спахивать вручную знаете ли вы что каждую ночь мы можем увидеть яркое зрелище каждые сутки на нашу планету падает более двухсот метеоритов но почти все они сгорают в атмосфере мы называем их падающими звездами у земли был и второй спутник луна номер два имела диаметр порядка 1200 километров ее жизнь кончилась трагически она налетела на нашу луну скорее всего именно поэтому две стороны нашего нынешнего спутника так сильно отличаются друг от друга 21 ноября отмечается всемирный день телевидения день когда поздравляют всех кто причастен к созданию новостей и телепрограмм поэтому сегодня нас в гостях или агадар редактор нашей программы дети большого толка она расскажет о том как появился телепроект что нужно чтобы стать телеведущим здравствуйте юлия здравствуй даже дети большого толка это единственная в крае программа которую ведут дети в чем особенность и в чем сложность работы с детьми спасибо за вопрос дашь сложность заключается в том что когда работают взрослые люди они понимают что эта работа они приходят профессиональные и дело это уходит они умеют общаться а дети они еще не умеют владеть своими эмоциями и поэтому если им что-то нравится то им это горячо нравится а если им что-то не нравится то они будут сидеть со скучными и скорбными лицами это должен быть большой дружный коллектив и нужно так подбирать темы чтобы туда куда мы приходили было весело и поэтому когда мы едем на съемку я всегда договариваюсь чтобы нашим детям что-то интересное рассказывали показывали прям вот чудеса какие-то программа существует больше года расскажите чем вы гордитесь мы гордимся детьми и родителями которые являются нашей командой у нашей программы есть всероссийские международные уже награды это международный фестиваль в казани зиланд где мы заняли первое место у нас замечательно был сюжет который называется храм в антарктиде вот не все знают что антарктида это ничейная земля то есть это целый материк который не принадлежит никакой стране и вот архитекторы из барнаула построили там православный храм это единственный там храм мы об этом сняли сюжет архитектор приходил к детям вот еще у нас тоже был классный сюжет который называется жуки едят пластик есть такая проблема переработки мусора то есть вот пластиковая посуда до бутылки они не перегнивают в земле этот пластик он копится попадать в мировой океан но в барнауле есть студент биологического факультета который разводит жуков и выяснил что один вид жуков ест пластик и причем они едят его и после этого не отравляются не теряют способности к размножению и для них это очень вкусно и здорово и вот этот сюжет про жуков он получил очень высокую оценку на всероссийском фестивале в новосибирске который называется мульт семья приехали дети со всей россии санкт-петербурга москвы тоже казани липецк и перми их было больше 400 и мы проводили мастер-классы обучали детей работе с нейросетями и монтажу на телефоне получили много положительных отзывов как вы думаете что главное для хорошего тележурналиста и ведущего многие думают что хороший тележурналист и хороший ведущий это человек который умеет говорить да дикция нужна уверенность в себе нужна но главное журналист это человек который умеет слушать и вот это всех удивляет то есть на самом деле приходит журналист на интервью вот сейчас ты даже берешь у меня интервью ты задаешь маленькие вопросы я отвечаю много как гости как эксперт и так происходит всегда журналист приезжать на съемку говорит вот здравствуйте мы находимся здесь то и здесь то здесь происходит то-то и то-то это буквально 20 секунд а дальше 2 2 3 минуты это сюжет про других людей это сюжет про других героев и журналист на съемке очень много слушает и на интервью очень много слушает и это то чему мы учим детей мы учим их быть корректными быть добрыми быть уважительными и мы учим их слушать ну и последний вопрос который я уверена волнует наших телезрителей как попасть на телевидение вот хороший вопрос очень многие думать что у нас какой-то супер кастинг мы проводим сложные отборы где дети читают стихи там я не знаю танцуют чечетку мы проверяем выговаривают ли они букву r шепеляют ли так вот этого нет мы берем всех кто хочет то те кто хотят развиваться учиться сниматься мы просто-напросто смотрим как получается заниматься у нас есть такие уроки тележурналистики мы репетируем съемки то есть к нам приходит гость мы задаем ему вопросы учимся общаться мы снимаем какие-то сюжеты для себя мы учимся монтировать видео на телефон и те кого это зацепляет кто этим интересуется мы дальше с ними снимаем программы то есть на самом деле все достаточно просто у нас нет запрета на детей которые носят скобки например или которые картавят нет все классные те у кого есть веснушки нет веснушек кто носит очки не носит очки маленького роста и большого дети красивые дети чудесные и самое красивое в человеке это его сияющие глаза это его добрая улыбка и поэтому всех кто такой доброжелательный интересующихся мы обязательно берем большое спасибо за ответы а я напоминаю что сегодня у нас в гостях была юлия гадар редактор программы дети большого толка и она рассказала как снимается телепрограмма и что нужно чтобы стать телеведущим медуза существует на планете уже более 500 миллионов лет что делает их старейшими живыми организмами на земле медузы не имеет мозга сердце и кровеносной системы но живут у медузы 24 года они расположены по всему телу медуз и помогает очищать свет и тень в морской среде существует вид животных которые могут изменять свою форму тела чтобы приспособиться к окружающей среде один из таких видов это осьминог калибрии это самые маленькие птицы на земле вес которых может составлять всего 2 грамма они способны летать на месте и даже задом наперед благодаря быстрым крыльям которые могут вращаться на 360 градусов египетские пирамиды раньше были белыми хотя возраст превратил египетские пирамиды в тот же цвет что окружающая пустыня когда-то они были потрясающе белоснежными благодаря известняку интересно то что в наше время существует профессия дегустатор шоколада это работа в которой наслаждаться шоколадом обязанность дегустаторы шоколада профессионально оценивает качество и вкус различных видов обладает развитым обонянием чтобы определить нюансы аромата текстуры и послевкусие шоколада знаете почему золото в украшениях сплавляют с другими металлами потому что золото такой мягкий металл что его запросто можно сменять рукой для чего хамелеона меняется думаете для маскировки не только они еще перекрашиваются для общения и просто по настроению знаете ли вы что зеленый желтый и красный перец это один и тот же овощ просто разной степени сделать но его можно есть и готовить даже не спелом знаете ли вы что рассматривание фотографий может снизить боль но только это происходит не с любыми фото а только с теми на которых люди вам нравятся представляете кошки живут все дольше и дольше еще 40 лет назад продолжительность их жизни было восемь лет а сейчас пятнадцать вы попробовали чихнуть с открытыми глазами у вас все равно не получится вы знали зачем мы чихаем так мы очищаем себя от бактерий зрачок человека расширяется в два раза когда человек смотрит на что-то приятное подумайте сейчас о мороженом или каникулах и посмотрите в зеркало многие считают что улитки беззубые существа но это не так зубы улитки расположены у нее на языке их больше тысячи они достаточно острые чтобы срезать и кусать пищу мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы а еще мы желаем только хорошей погоды и хороших новостей пока пока увидимся через неделю